Здравствуйте, меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер и преподаватель различных предметов, связанных с медиа и с медиакоммуникациями. На пересечении этих тем, медиа и образования, я сделала достаточно много проектов. Размышлениями, идеями и опытом, связанным с этим пересечением, я хочу с вами поделиться. С вами учителя, с вами преподаватели вузов, потому что многое из того, что мы уже прошли в медиа-отрасли, сейчас образование сталкивается с теми же самыми вызовами, наступает на те же самые грабли, и очень сильно хочется вам рассказать, что будет происходить в отрасли образования, так предвосхитить немножечко события. И вы подумаете, с чего вдруг мы говорим об этом на кухне, я вам сейчас объясню. Дело в том, что для медийщиков, для всяких редакторов, журналистов и блогеров мы сделали игру, которая называется «Мультимедийный бариста». И на примере ингредиентов о том, что медиа-контент состоит из различных частей, из различных элементов и форматов, мы им рассказывали, как создаются мультимедийные публикации, что они тоже создают из различных элементов, что их можно по-разному структурировать. Но, в принципе, вы знаете, помните, это была карта букв и слогов, где мы собирали слова из разных запчастей. Абсолютно та же самая техника, только для взрослых и только для профессиональной медиа-среды. И вот сейчас мы приходим к тому, что очень многих учителей, очень многих преподавателей либо заставляют, либо стимулируют и мотивируют создавать дистанционные курсы, создавать свои собственные, вести профессиональные блоги и вообще использовать медиа-контент в обучении. И к чему мы приходим, на какие грабли мы наступаем? Дело в том, что когда медийка заходила в этот же самый период переосмысления, как переходить от газеты в цифру, как переходить от телевидения в YouTube и в интернет, мы тянули из нашего прошлого опыта все то, что мы знали и в чем были уверены. Ну, например, телевизионщики очень любили снимать в студии долгие разговоры, какие-нибудь интервью на два часа, и они попробовали сделать это в YouTube. Что мы столкнулись с чем, или там в социальных сетях, с чем мы столкнулись с тем, что люди не смотрят очень долгие разговоры, очень долгие какие-то такие форматы. Но давайте посмотрим на образовательные проекты. Что мы там видим? Приходит оператор, приходит режиссер, ставим преподавателя перед доской или ставим перед каким-нибудь экраном и говорим, читай нашу обычную лекцию. Вот как ты ведешь с детьми урок? То же самое и наговаривай. И потом вот эту говорящую голову мы нарезаем и отправляем это в качестве дистанционного курса. Это яркий пример, когда мы берем прошлый опыт, не переосмысляем то, как люди в новой среде себя ведут, как они контент потребляют. И берем прошлый опыт и просто копипастим его в новую среду. Так не работает. Вернее, работает до определенной точки, когда у вас набирается конкуренция. Среди преподавателей, которые ведут, например, в онлайне различные уроки, связанные с математикой, до тех пор, пока рынок не насыщен, люди будут нормально смотреть просто разговоры перед доской. Но как только переходит эта грань, что я могу выбирать, я как родитель, либо я как студент, как подросток, который готовится к ЕГЭ, как только я могу выбирать этот медиаконтент, люди начинают выбирать более интерактивный, более мультимедийный, с вовлечением, с учетом того, как люди потребляют контент в интернете, в социальных сетях. Поэтому я бы сейчас сильно рекомендовала тем учителям и тем преподавателям, которые думают на год, на два года вперед, сейчас осваивать мультимедийное мышление и мультимедийный принцип создания ваших онлайн-курсов, либо даже ваших курсов и программ, которые вы в оффлайновой жизни, в реальной жизни делаете. Потому что это такой способ удержания внимания, фокусировки внимания учащихся. Это инструменты, которые позволяют вам сделать обучение интерактивным, где очень большую часть ребят, студенты, дети могут делать сами, а не обязательно вы должны им выдавать готовые решения. У нас есть дистанционный курс «Мультимедийный педагог», который как раз перестраивает и показывает вам в контексте обычной методики, в контексте токсономии Блума, он показывает, как встраивается современный мультимедийный контент в нашу нормальную, хорошую методику преподавания. Любого предмета, любой специальности, здесь неважно, по какой теме вы преподаете. Если вам интересно попробовать что-то новое, не просто разговаривать в качестве говорящей головы, не просто рассказывать то, что вы обычно рассказываете в классе, а использовать современные медийные подходы, то подключайтесь к нашему курсу, вы там узнаете, вам гарантируют, посмотрите на отзывы, посмотрите то, что пишется у нас на лендинге, вы узнаете очень много нового и вдохновляющего. Это даст вам новый смысл, новые идеи, новое вдохновение для вашего преподавания. До встречи на курсе мультимедийный педагог.